Разрешите представиться, меня зовут Светлана Валерьевна Фомичева, я медицинский советник компании «Аналитика», и в продолжении прочитанной сегодня лекции я расскажу уже более подробно о имеющихся возможностях диагностики острых кишечных инфекций с использованием иммунохимических методов и, в частности, диагностике данных заболеваний в острой фазе, то есть когда нам очень важно, как можно быстрее получить правильный диагноз. Как вы уже слышали, но я думаю, многие из вас знают, что до настоящего времени, несмотря на бурное развитие медицины, серьезной проблемой остается гиподиагностика возбудителей кишечных инфекций. То есть на сегодняшний момент в 60-70% случаев не удается установить возбудители, и пациент остается с таким диагнозом, как заболевание, вызванное неустановленным возбудителем. Понятно, что цифры данные колеблются в зависимости от городов, в зависимости от конкретных стационаров и медицинских учреждений, и связано это с разными факторами, в том числе с тем, что иногда просто диагностический алгоритм ограничивается набором традиционных инфекций, иногда применяются недостаточно чувствительные методики. Кроме того, серьезную проблему до настоящего времени представляет неправильная транспортировка образцов в центральную лабораторию. И, конечно же, в очень многих еще городах, в очень многих медицинских учреждениях нет, не только нет необходимых тест-систем, но часто даже нет информации о том, что такие тест-системы существуют. Поэтому мы стараемся максимально информировать медицинское и лабораторное сообщество о тех возможностях, которые появляются с каждым годом все новые и новые. Ну и, конечно, не следует забывать о консерватизме некотором присутствующем в медицине и о том, что зачастую все-таки вопрос точной диагностики кишечных инфекций, он недооценивается, не считается очень важным. В то время, как хочу обратить ваше внимание, что кишечные инфекции уже в течение многих лет продолжают занимать второе место в структуре инфекционной заболеваемости после острых респираторных и вирусных инфекций. И при этом смертность от острых кишечных инфекций до сих пор входит в десятку основных причин смертности населения в мире. И сопоставимы с показателями смертности от рака органов дыхания, сахарного диабета и вируса иммунодефицита человека. То есть проблема на самом деле это очень актуальная. И почему необходимо правильное выявление этиологического фактора? Это нужно для того, чтобы, ну, как вы уже слышали, да, во-первых, правильно назначить своевременную терапию или не назначить. Потому что как назначение своевременной антибактериальной терапии играет важное значение в том случае, когда она необходима, так и ее назначение в тех случаях, когда она не показана, тоже может навредить пациенту. Кроме того, в ряде случаев пациенты могут подвергнуться диагностическим процедурам и другим вмешательствам, которые, в общем-то, им не показаны, если уже знать возбудителя данной кишечной инфекции. Кроме того, своевременное назначение терапии в ряде случаев включает в себя не только антибактериальную, но и водо- и электролитозамещающую терапию. И часто именно выявление возбудителя, ну, например, ротовируса, сразу дает нам сигнал о необходимости как можно более быстрого назначения данного вида терапии. Кроме того, почему еще один важный фактор, на который хочется обратить внимание, это то, что выявление теологического фактора помогает нам выявить источник заражения. И что особенно важно при вспышках инфекции, и часто эту вспышку на ранней стадии остановить и выявить других людей, пострадавших или которые могут пострадать вследствие распространения данного возбудителя кишечной инфекции. А своевременное проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий поможет нам это остановить, и таким образом спасти многих пациентов и предотвратить их заболевания. Соответственно, те методы диагностики, которые могут применяться, о которых уже вы немного слышали, они регламентированы текущими документами регуляторными, такими как и постановление главного государственного санитарного врача, и методическими рекомендациями для врачей, и клиническими рекомендациями, многочисленными по разным видам кишечных инфекций. На данном слайде перечислены только некоторые из них. И хочу обратить ваше внимание, что везде во всех этих рекомендациях указаны следующие методы диагностики, которые позволяют нам на раннем этапе, в ранней стадии заболевания поставить правильный диагноз и уже проводить соответствующую терапию и проводить остальные меры, необходимые в данной конкретной ситуации. И это в том числе ПЦР, и иммуноферментный анализ, и иммунохроматографические экспресс-тесты. Теперь чуть более подробно позвольте мне на них остановиться. Если говорить об иммуноферментном анализе, на данный момент это очень высокочувствительные и специфичные тест-системы. Эти показатели достигают 100% в настоящее время благодаря разработкам, длительным, произведенным разными производителями. И, что самое важное, в данном случае нет необходимости в контакте с возбудителем инфекции, то есть с интактными клетками самого возбудителя. Они просты в использовании. Кроме того, на данный момент возможна автоматизация процесса, позволяющая проводить большое количество исследований за короткое время. Кроме того, возможно комбинировать эти тесты, что, конечно же, удобно в условиях стационара, особенно инфекционного стационара. И с учетом того, что они экономичны и просты в использовании, они могут использоваться в любой лаборатории в рамках рутинной диагностики. На данном слайде вы можете видеть наборы для иммуноферментного анализа компании Редоскрин, которые предназначены для выявления антигенов возбудителя острой кишечной инфекции в калии. То есть мы получаем сразу же точный диагноз и можем определить, в том числе это вирусная инфекция, бактериальная или вызвана простейшими. Как вы можете видеть, это самые распространенные возбудители, такие как ротовирус, норовирус, аденовирус и астровирус. При этом данная тест-система для норовируса позволяет одновременно выявлять и первой, и второй гиногруппы, что является очень специфической особенностью данного метода. Для определения бактерий как возбудителей кишечной инфекции данная тест-система предназначена для выявления их токсинов. Это веротоксины и шерихи и коли, токсины кампилобактер и кластридиум дефициля и перфингенс. Кроме того, не будем забывать о простейших, которые часто являются возбудителями астрохишечных инфекций, особенно у маленьких детей. Но при этом про них, к сожалению, как-то часто забывают. Это лямбли, амебы и крипосфоридии. В чем особенности данных наборов Ридоскрин? В том, что мы имеем широкий спектр тест-систем, и при этом на одном микропланшете можно использовать стрипы из разных наборов. То есть мы можем сразу диагностировать методом исключения разные инфекции. При этом не следует забывать, что микс-инфекции продолжают присутствовать. То есть может присутствовать несколько возбудителей, каждый из которых требует какой-то своей определенной тактики терапии данного пациента. Методики, используемые при проведении анализа, просты и универсальны. Сейчас я про них расскажу. Реагенты уже готовы к применению, и они подставляются в флаконах-капельницах. При этом флаконы-реагенты имеют цветовую кодировку, что удобно в применении. И показатели аналитические у всех этих наборов, как было показано в ходе исследований, проведенных, очень высокие. Вот посмотрите, пожалуйста, на данном слайде показана методика проведения иммуноферментного анализа. В сам набор входит микропланшет, в котором находятся 12 отделяемых восьмилуночных стрипов. И на этих стрипах содержатся антитела к антигенам возбудителей кишечной инфекции. То есть в эти лунки помещаются суспенди образцов кала с антигенами, а затем моноклональные антитела к антигенам. И осуществляется инкубация. Все этапы инкубации проводятся при комнатной температуре. Первая инкубация в течение часа. Вторая инкубация вместе с конвюгатом фермента в течение 30 минут. И третья инкубация вместе с хромогеном в течение всего 15 минут. Менее чем за 2 часа мы получаем результат в виде окрашивания, интенсивность которого коррелирует с наличием антигена в кале. Также хочу обратить ваше внимание, как осуществляется подготовка образцов для их анализа. Это несложная процедура и очень быстрая. То есть сначала специальный буфер для экстракции берется в количестве 1 мл и вносится в пробирку. Потом 100 мкл жидкого кала набирается в пипетку и также вносится в пробирку и суспендируется в буфере. Если у нас твердый материал, то тогда он переносится при помощи шпателя и также суспендируется. Затем образец гомогенизируя или выпуская, набирая из пипетки его или перемешивая на вортексе. Затем ожидают выпадения осадка, который осуществляется в течение 3-х, максимум 5 минут. Если же мы используем ИФА-анализатор, то желательно центрифугировать образец для максимальной частоты супернатанта в течение 5 минут. И затем вот этот супернатант чистый уже используется для проведения ИФА-анализа. Как оцениваются полученные результаты? Пороговый уровень или уровень отсечения определяется на основании оптической плотности отрицательного контроля, которому добавляется 0,15 единиц оптической плотности. И дальше в зависимости от того, какой мы получаем результат, выше или ниже оптическая плотность данного уровня отсечения, соответственно, образец будет считаться положительным или отрицательным. Если на 10% выше уровень отсечения положительный, на 10% ниже – отрицательный. Значит, неопределенные результаты – это находящие результаты, которые находятся в диапазоне данных значений. Хочу обратить ваше внимание, конечно же, что мы должны помнить, что несмотря на такую простоту, удобство и высокие результаты чувствительности, специфичности, которые будут показаны на следующем слайде, тем не менее, все-таки тест-система, любые не должны использоваться как единственный инструмент для определения диагноза, и они не всегда коррелируют с выраженной клинической картиной. То есть, конечно же, всю информацию врач должен использовать в комплексе и в совокупности. Вот на этом слайде, как я обещала, результаты для нескольких буквально тест-систем, потому что их много, чтобы не показывать для всех, но кого заинтересует, всю информацию мы, конечно же, предоставим по всем тест-системам. Данные тест-системы сравнивали с другими коммерческими ИФА-тест-системами, и были показаны высокие результаты чувствительности, специфичности для диагностических тест-систем для выявления инфекций вирусной теологии, бактериальной теологии, в том случае, если возбудителем являются простейшие. Также были показаны, получены высокие результаты при оценке положительной и отрицательной согласованности данных в тест-систем. Кроме того, помимо данных эмоферментных анализов, мы имеем возможность проводить экспресс-диагностику в тех случаях, когда, допустим, анализ должен быть поставлен в очень краткие сроки по тем или иным причинам, или, например, что удобно в условиях, например, лабораторий не специализированных, которые не имеют специального оборудования, но для них удобная возможность, если они не сталкиваются с потоком анализов на возбудители кишечной инфекции, тем не менее для них очень удобно использовать экспресс-тесты для быстрой диагностики кишечных инфекций и уже затем для решения вопросов о дальнейшей тактике ведения подобных пациентов. Как вы можете видеть на данной картинке, это очень простая процедура исследования. Используются тест-полоски, блоки, кипятка и пробирка. Прошу прощения, забыла слово. Опять же, все тест-системы для экспресс-диагностики иммунохроматографические, они имеются для всех основных возбудителей вирусных инфекций и инфекций, вызванных простейшими, а также для токсинов бактерий. Это ротовирус, норовирус, аденовирус, основные простейшие лямблии, криптоспориди, энтомёбы и также веротоксин и токсины шерихи и коли. Это серовар О157, это серогруппа, которая вызывает почти 90% всех энтерогеморрагических инфекций, вызванных кишечной палочкой. Поэтому его использование, оно, к сожалению, очень актуально в клинической практике. Данная тест-система также предназначена для определения антигенов, для того, чтобы мы могли как можно раньше выявить возбудители и понять этиологию заболевания. Диагностика очень быстрая, занимает практически 5 минут, при этом чувствительность и специфичность их такая же, как у иммуноферментного анализа. Как я уже сказала, какого-то специального оборудования не требуется, как и, в общем-то, квалифицированного персонала. То есть никаких особых навыков иметь не нужно для того, чтобы провести данный вид диагностики. Поэтому в том случае, когда потока большого нет в лаборатории или есть риск возникновения каких-то неотложных ситуаций, что может быть во многих медицинских учреждениях, в том числе неинфекционного профиля, но которые могут сталкиваться с ситуациями, когда у пациента, госпитализированного по поводу одного заболевания, внезапно появляются симптомы кишечной инфекции. И, в общем-то, тоже очень серьезный на самом деле вопрос, что делать с таким пациентом. Потому что если это кишечная инфекция, вызванная возбудителями, теми, о которых мы говорили, то пациент требует как минимум перевода в инфекционное отделение и изоляции от окружающих пациентов. И, опять же, потом тщательного наблюдения за теми пациентами, ну и врачами, медицинским персоналом, с кем он проконтактировал. С другой стороны, если же это не кишечная инфекция как таковая, а просто другое состояние, которых на самом деле очень много, но которые сопровождаются теми же самыми симптомами, и с которыми необходимо проводить диагноз, то тактика совершенно другая. И, конечно, все мы понимаем, что полноценное обследование пациента для выявления у него точного диагноза, оно занимает время. Использование экспресс-тестов позволяет нам за 5 минут, в общем-то, уже сделать вывод о том, инфекционный, грубо говоря, это пациент, пациент инфекционного профиля или нет. Как проводится процедура данного экспресс-анализа? Опять же, в общем, начало ее похоже с процедурой иммуноферментного анализа, то есть, опять же, используются пробирки, которые имеются в составе наборов, буфер для экстракции и 100 микролитров жидкого кала также суспендируются в буфере для экстракции. Затем все это гомогенизируется, перемешиваясь. Опять же, дожидаемся выпадения осадка, и через 3, максимум 5 минут уже можно этот супернатант использовать и с помощью пипетки вносить в окошко тест-кассеты. Буквально в течение 5 минут уже оценивается результат. Результат мы оцениваем, как обычно, опять же, по появлению полосок тестовых, но и контрольных для контроля. Если у нас имеются антигены в образце, то они связываются с антителами, которые связаны с окрашенными латексными частицами, и мы в результате видим в тестовой полосе мембраны то, что она окрашивается. Что удобно в данных наборах, что для разных возбудителей используются разные красители, мы получаем полосы разных цветов. И сами эти тест-системы, они, конечно, отдельные для каждого возбудителя. И поэтому для некоторых из них цветовые полосы получаются одинаковые. То есть на одной кассете у нас веротоксин будет, если мы видим красную полосу, для других кассет это антамёбы или лямбли. Но, тем не менее, это удобно. Почему? Потому что визуально позволяет быстрее и проще оценить полученные результаты. На данном слайде показаны результаты оценки чувствительности и специфичности отдельных методик в сравнении с другими иммуноферментными анализами, в данном случае для вирусов и простейших, и для простейших в сравнении с методом микроскопии, конечно же. Как вы можете видеть, это очень высокие показатели. И, опять же, для отдельных вирусов и для эшерихиоколя чувствительность и специфичность проводились в сравнении с ПЦР. Также были получены высокие результаты, в том числе и высокая точность, и высокие прогнозируемые положительные и отрицательные значения. И, позвольте, еще несколько слов. Я бы хотела сказать о диагностике брюшного тифа, потому что, к сожалению, данное заболевание, оно хотя вроде как и редко уже встречается, но, тем не менее, может в ряде случаев маскироваться под кишечную инфекцию, и его серьезность и опасность требуют своевременной диагностики. И поэтому исключение данного заболевания имеет очень важное значение в том числе с эпидемиологической даже точки зрения. И в том случае, если мы пропустим, то последствия могут быть очень и очень неприятными. Поэтому в клинической практике мы можем использовать также экспресс-тесты для быстрого определения антител сальмонелла-тифи в плазме, сыворотке или крови человека. При этом данная тест-система позволяет нам определить как иммуноглобулины G, так и иммуноглобулины класса M. Что же у нас представляет собой данная тест-система? Посмотрите, пожалуйста. Антиген – это липолисахаридный антиген сальмонелла-тифи, нанесен на тестовый стрип. И есть три линии. Контрольная линия иммуноглобулина G кролика и две тестовые линии для иммуноглобулинов класса M и для иммуноглобулинов класса G, в которой содержатся моноклональные антитела мышек с соответствующим иммуноглобулином класса M или G. Тут на данном слайде показана сама процедура проведения анализа. Она максимально проста. В пробирку вносятся 4 капли буфера для разведения, потом вносится 1 микролитр образца, перемешивается, и примерно через 15, максимум 30 минут можно уже после погружения стрипа в пробирку оценивать результат. В том случае, если он отрицательный, мы видим только контрольную полосу. Она тут красненьким обведена. В том случае, если он положительный на иммуноглобулина G, то мы видим полоску с иммуноглобулинами G. И о чем нам говорит данный результат? О том, что у пациента имеется рецидив заболевания, или у него имелся брюшной ТИФ в анамнезе, и сохранились антитела, или, возможно, это повторное инфицирование. В том случае, если мы видим иммуноглобулины M. Это свидетельствует о том, что пациент находится в остром периоде заболевания. А если у нас присутствуют и те, и те антитела обоих классов, это говорит о том, что у данного пациента имеется средняя стадия острого инфекционного процесса. Опять же, чувствительность, специфичность и положительные, отрицательные прогностические значения при сравнении с культуральным методом, полуколичественным, сыворочным тестом, реакцией и далее, показали очень хорошие, высокие результаты при использовании для данной тест-системы. И, соответственно, подводя итог, для чего мы можем данную тест-систему использовать, это как предварительная диагностика брюшного тифа, в том числе в качестве скрининга, это выявление бактерионосителей, когда у человека может, в общем-то, не быть симптомов, но, тем не менее, он может представлять опасность для окружающих. И еще один момент – это оценка эффективности проведенной вакцинации против брюшного тифа. И хочу обратить ваше внимание, что согласно действующим санитарным правилам меры по профилактике брюшного тифа, которые включают в себя обязательное обследование лиц на предмет его наличия, это относится к людям, которые поступают на работу на определенной должности, которая связана с питанием, с водоснабжением, с отслуживанием детей, доставкой и хранением питьевой воды. И до сих пор случаются, ну, есть такие случаи, да, когда такие лица действительно выявляются. Но, к сожалению, с учетом того, что, опять же, бывают случаи, когда такие люди, инфицированные, являющиеся бактерионосителями, они все-таки попадают на такую работу и могут приводить к вспышкам заболеваний или даже к отдельным каким-то случаям. И даже в последние годы такие ситуации тоже были описаны. Поэтому, к сожалению, всем приходится нам не терять бдительность и учитывать возможность данной инфекции даже у людей, которые, в общем-то, не приехали, не посещали в последнее время южные страны, но у которых такой вот контакт, о котором они сами не знают, мог произойти. Кроме того, обращаю ваше внимание, что в этих санитарных правилах указано, что в том случае, если у пациентов имеется лихорадка неясного генеза в течение 5 дней или более, они должны быть обследованы на предмет брюшного тифа. На самом деле таких ситуаций, я думаю, может быть много, и, к сожалению, не все специалисты знают об этой необходимости. И еще один важный момент, что особого внимания в отношении исключения данного заболевания также требуют дети с острой кишечной инфекцией с выраженными симптомами гастроэнтерита. Данная информация также указана в рекомендациях по диагностике и лечению кишечных инфекций у детей, и поэтому это также необходимо принимать во внимание в нашей, вашей медицинской повседневной практике. Я очень надеюсь, что эта информация, которой я с вами поделилась, была для вас интересна, что она была полезной, и, возможно, вы сможете использовать ее в своей дальнейшей практике. Если у вас есть какие-то вопросы или интересует, может быть, более подробная информация об имеющихся тест-системах, мы любую информацию вам, конечно же, предоставим и с радостью с ней поделимся. Большое спасибо вам за внимание.